знаем самочувствие у меня хорошие тут фу куда постучать куда поплевать сейчас ты так же бухаешь как на доме 2 ну хватит что значит так же бухаешь нет конечно я бухаю больше еще нужно чуть подкраситься я сейчас без макияжа и опять чтобы так меня пожалуйста не сглазить пойти кожа хорошая сейчас хорошем состоянии было время когда вот наверно пару недель назад то какие-то высыпания то-то-то все и прямо прыщики не проходят по месяцу сейчас вот несмотря на то что много всяких лекарств пью принимаю там приболела так подкрашиваться будем в тулу тоже привет какой нужно быть с мужчиной чтобы он был без тебя без ума наверно тебя каждому свое каждого свой самый добрый вечер сказать с кого на тебя люблю пирамончики вчера были магнитные бы боли у кого было давление у тебя плохо было у меня мама метеозависимая очень тоже говорит вчера как флиртовать с мужчиной это должно как-то быть рожденное либо развивать эту женскую энергию то давайте чуть-чуть у нее еще это проблем подкрасимся часто бываешь иркутский не так уж часто вчера кого-то кровь два раза из носа шла врач мой прилетел сейчас занимается моим восстановлением моим самочувствием все хорошо так с вашего позволения тебе бумеранг прилетел за то что уже уезжала леса минка чего боже мой такие слова не говорите пожалуйста как же тебе идет за горда это попшикалась немного ну короче краситься сильнее будем просто так освежимся что у нас там такой просеки так просто слегонца чуть-чуть подправим так бессом общаешься ну не прям часто но иногда бываем на связи там друг другу что то есть поздравить поддержать помочь спросить расскажи сереже тиран это он тебя довел да нет все же не тиран далеко добрый мягкий катя вы готовите огонь раскрытие где вы научились это от мамы или курс какие-то не хватает так мама можете дать комментарий дистанционно кто меня научил готовить никто никто откуда я умею готовить с трех лет она готова видеть вот так катюли общаешься нет магазины с хорошими вещами подскажи друзья кто-нибудь бы мне подсказал вот у меня сейчас стоит задача чуть обновить гардероб потому что вообще все вещи отправила в иркутск ничего особого нет не знаю где чего покупать марина африкантова тоже весы да маришка тоже весы и мы кстати снимем мое мнение похоже по характеру на мемориале фиархи блог конечно один раз почему на самом деле расстались максимум строков но если на самом деле как вам сказать нет какой-то причины просто мы разные люди у которых разную как сказать энергетика какой изгиб на ресницах сейчас изгиб л и мне он кажется самым удачным так девочки самый топовый карандаш для губ миста из номер 780 запомните миста из 780 заказывала заказы вою на валбери стоит блин то там 200 рублей то 300 и он самый офигенный он такой практически незаметно на головах прям классический нют нют миста из 780 запомните сейчас мы еще с вами возьмем этот скульптор так никуда не уходите как что за тон тон у меня когда загорелая как сейчас я использую 2n2 тона когда светленькая 2n1 мама смотрит мой прямой эфир мама когда вы смотрите мой эфир рядом со мной у меня эхо ужас люди злые а что тут злые я что-то пропустила чем именно привлекаешь мужчин по твоему взгляду скажу вам честно я считаю себя красивой внешне привлекательной девушкой ну правда но почему то такое у меня ощущение что мужчины я привлекаю именно не этим не просто там красотой здравствуйте самая прекрасная девочка из всех жару нас все за приятности девочки я загорала пшикалка вот это от пуси вот этот вот magic water который пшикаешь единственный минус для меня она воняет ну то есть знаете почему я не делаю моментальный загар вот этот вот то есть я последнее время меня нельзя загорать там я не люблю бледную кожу но мне нравятся эффекты моментального закара ты действительно очень такая са секси шмекси и даже если кто-то делает ну хорошего мастера найти то есть смывается хорошо но то есть не пятнами но вот этот запах горелой курицы девочки кто кто пробовал вот этот вот моментальный загар и кто поминает понимает о чем я говорю что ты воняешь неделю просто тебе нужно верхнюю губу убрать эффект утки так я специально хочу эффект утки катя браслет подарочек до бабич вредны в отношениях нет нет он нормальный добрый парень тоже ничего плохого про него не могу сказать просто тоже не мое вернись к вашему идеально господи уже представляете пишу так каждый день хоть один человек напишите директе вы что расстались с вашей но видимо наша пара действительно запала в душу многим людям не хотите да сказать что где сергей твой сергея мы расстались ничего ужасающего не произошло какой-то драмы ужаса кошмара просто ну как пускать будущее наше очень сложно представимо а зачем тратить время друг друга твои это по ходу обзорит может быть я просто сама ты делала перманент брови да перманент брови я делала очень-очень давно еще когда была на проекте и мне сделали удачно то есть многие девочки мучаются там брови сейчас конечно у меня там где-то серые но нет такого что и зеленые или еще какие-то я корректировала у меня еще свои волоски длинные поэтому когда я укладываю они перри это перекрывают вы отмыли вино от стен вино на стенах так и осталось товарищ помыл потёр тряпочкой хотя попросила закрасить но ничего не сделала потом поэтому в итоге вот мы с мамой будем на днях этим заниматься потому что надо не знаю там какую побелку краску купить и там немножечко подкрасить потому что вино конечно моментально впиталась вот этот гипсокартон до милирования у меня чтобы сохранить волосы я делаю шапочную зону практически все время вот здесь у меня вот вот мой натуральный цвет волос то есть он не прям темный вот собственно говоря корни и они перемешиваются и все равно конечно же а любое осветление очень портит волосы катя если у вас вредные привычки в общем расскажу вам так я человек который ненавидит зависимость от чего-то вот я вам сейчас объясню как бы там тему вот эту с алкоголем не качали алкашка все да прекрасно замечательно у меня нет зависимости то есть я никогда не курю но в жизни где-то там может быть конечно же пробовала там знаете за компанию где-то там нет нет да и да то есть я это пробовала я никогда это не скрываю но на постоянной основе у меня никогда такого нет вот эти электронные курилки знаете тоже вы знаете где-то могу что-то там у кого-то там поддудить где-то там себе прикупить но такого чтоб на постоянной основе там вот ее за рта и вытаскивать такого у меня тоже нет также с алкоголем могу пить могу не пить поэтому я так вот слишком сильно контур на носу он большой стал так срочно надо делать меньше но срочно какая-то делал подбородок нет подбородок я никогда не делала именно вот это у меня многие спрашивают я рассказывала что я делала минилиппас акцию второго подбородка то есть мелоди сделали прокол и прямо но это знаете не прям полноценная какая-то операция была то есть просто здесь у меня был такой знаете жировой мешочек то есть кто помнит у меня раньше было вот немножечко вот так вот хотя и была худее из-за того что этот мешочек убрали вот здесь вот контур подтянулся то есть я не делала эти углы подбородок вот у меня нет препарата видите это кость тут тоже препарат он прямо мешкуется но тут не прямо кость но этот я не делала давайте уменьшать нос для этого мы возьмем так вот нарисую ты намного лучше сама не на ней такая приятная нет сама не на нет уже очень хорошая девочка приятно почему вы так коричко про мете наоборот надо темным а тут наоборот на тем короче у меня путает еще у нас больше там почему решила убрать длину волос потому что начали выпадать волосы из-за наркозов из-за болезни из-за ослабленного организма и это длинные волосы еще сложнее стало с ними конечно что луковкам тяжелее их держать так вы меня тут с носом сейчас это еще какой-то сама не у нас слишком сделано что у нее сделано мне кажется на такую губки подкалывает и все так все давайте отстаньте от носа катя что помогает сохранять спокойствие и не скатиться в депрессию из-за проблем здоровья пипка на носу так все отстаньте от носа какая-то надо катя блин не так все а кто сказал что я справляюсь вы говорите не скатиться в депрессию просто открою вам такой момент секрет когда я смотрю у каких-то блогеров даже пусть это знакомые какие-то люди когда начинается вот это бесконечное впадание у меня болит голова у меня были джопа у меня депрессия у меня все плохо мне это начинает угнетать поэтому я стараюсь свои какие-то проблемы дозированно транслировать в инстаграм то есть вот я даже до нос был лучше если меня доведете и поэтому я не показываю всех каких-то негативных моментов которые у меня происходят например я ходила к неврологу психотерапевту мне поставили диагноз у меня панические атаки и депрессия выписали антидепрессанты успокоительные так далее все это началось на фоне того представляете вот у меня проблемы со здоровьем вы знаете как я трепетно отношусь там к своей внешности что я ухаживаю за собой что этом слежу за фигурой за кожей за телом представляете там каждый день я вижу какие-то там разорванные титьки дыры все льется текает угроза удаления я это все вижу мне нельзя заниматься спортом я не могу одеваться как я хочу я не могу просто как-то функционировать элементарно там помыться полностью сходить солярий ну то есть понимаете вот это вот это все каждый день нагнетается нагнетается спать не могу ходить там тусить выпивать ходить на вечеринки поднимать руки ну то есть это продолжается много много месяцев то есть сколько уже два месяца а если собрать все операции тут давно и да мне выписали антидепрессанты но есть такой нюанс что антидепрессант если ты начал их пить их нужно минимум три месяца каждый день каждый день там какой-то эффект отмены у них то есть если ты отменяешь еще хлеще тебя в депрессию куда делась кореновластная дамочка не знаю сколько минут хоть и в солярию в среднем 7-8 минут смотря вот лампу кончик носа так и должен блестить да вообще-то вообще-то анта хайландер тут не надо пожалуйста мне нос что-то реально смотрится какой-то на камеру большой но он в жизни маленький как справиться с паническими так у меня тоже почвы не начались я уже пристала ходить есть меня считает приступы провалов я не знаю что делать мне страшно и плохо для тех у кого панические таки я конечно же не врач я просто делюсь своим опытом я страдаю паническими атаками вот у меня на когда далеко ходить было там вчера последний раз вы должны понимать как с этим работать то есть смотрите вы уже должны принять тот факт что вы склонны к этому она у вас начинается и вы должны пропустить это все через себя преобразовать этот страх что ты там тебе страшно весь мир мозг против тебя там у тебя начинается вот это вы просто должны это пережить в общем должны научиться с этим работать анечка ты супер нельзя пить антидепрессанты все что связано психикой иначе будет еще хуже даже если вы курс придете да как бы антидепрессанты конечно я думаю что в каких-то случаях нужно к ним прибегать уже когда люди действительно там не вот это инстаграмная депрессия когда у меня сломался ноготи вообще сегодня не мой день мне все плохо у меня депрессия это не депрессия есть люди которые действительно там могут месяц не мыться потому что у них нет сил вот и люди которые знают о чем я говорю понимают что ты не можешь не знаю сходить помыться просто лежишь у тебя какой-то провал во всем там не знаешь как жить дальше видишь смысл в завтрашнем дне это уже депрессии там сильно нужны препараты они вот это у меня все плохо так смотрите какое у меня тут зелье в воду я туда добавляю фуфу фуфу розмарин как этот мин называется господи да это вы куда такая красивая спрашивает моя дашенька мы вообще-то пока вы там жарите попы и с рыбками со своими в египте в египтах блин так жалко в общем у меня вот моя подружка даша по совместительству мой менеджер мы должны были вместе лететь в египет мы тут уже все вот на кухне сидели такие а мы все покупаем билеты я тут сидела но представляете момент покупки билета оказалось что моей мамы паспорт я хотел с мамой лететь у него осталось только два месяца там пускай только за полгода и еще у меня открылась такая рана с открытой раны как вы понимаете в жаркий климат лететь конечно же нельзя так я сейчас должна бог быть айу наташа наташа но я думаю что я уже на низком старте я на низком старте чтобы все мне зажило и я полетели тайгил будем орать так и вот вода розмариновая очень полезно то есть это как я там начитала что-то считается как живая вода вот я розмарин прямо бутылки накидываю розмарин и как это мама как это называется 2 вот эта трава это розмарина это не тмин господи и настаиваю той сутки она стоит потом пью ну ладно я пью 1 поэтому с бутылки вроде не тимьян тимьян и розмарин спасибо большое тархун ну и вот в общем она по вкусу не особо меняется просто такой привкус становится но это как природный антибиотик как живая вода как антивоспалительная антибактериальная то есть вот советуют вот такую водичку там прям много-много блины надо не пить из этого стакана по из бутылки потому что я хочу повторную что-то наличь чтобы там моих с ней не было поэтому нальем и в общем вот полезные свойства этой воды еще я делаю воду знаете какую сейчас я вам покажу что у тебя вечно за зелье потому что я ведьма я вам сейчас покажу вот такая вода я покажу потом рецепт в общем в блендере перемалываю бруснику и господи да что у меня сегодня имбирь свежий прям вот такой корень процеживаю сок и смешиваю с обычной водой это получается как такой настойка которую можно холодной или горячей водой разбавлять тоже это природно повторюсь такие все вещи вот эти розмарины имбирь и клюква мед это все является как природный антибиотик он не не действительно вкусно то есть просто заменять чай газировки я также могу попить всякие там газировки без сахара и еще что-то но ты слишком зациклена на внешность у меня зелье тут у меня для волос пшик 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 стоит вообще там стояла пиво то всем проблемы вообще они бы пошли сравнивать выкручивая сквоз не выпадает а даже если выпадает то так этот хирург который сначала не делала грудь как-то выборочно делать грудь вторая же ногу в восторге от него ну знаете человеческий фактор может быть для волос что засели я розмарин отварила сделала вот этот вот раствор я делала три месяца ничего не изменилось 20 что вы делали мезотерапию или что очень подходит только длина волос слушайте а кто-то даже сказал что вот такая длина она как будто еще посвежее стала смотреться конечно я скучаю по волосам я думаю что быстро отрастут главное чтобы качество сохранить их вот видите какие мягенькие волосы помила сегодня волосы шампунем который я вам рекомендовала который стоит литр литр 300 рублей и как мне пишут о это что рекламируешь только вот нам лохам за 300 рублей а сама там моешь друзья вот у меня действительно есть шампунь который стоит 250 миллилитров там 8000 рублей как этот бабор бабор хрен с ним а вот вот этот от миксит шампунь действительно ли я сама честно я сама думала что как можно тут шампунь стоит 300 руб ну там типа набор 600 рублей вот такой кондиционер кстати я только сейчас узнала что есть разница между бальзамом и кондиционером что кондиционер он прям такой жиденький примут как вот кондиционер для белья бывает что просто чтобы сделать мягким вкусно пахли тут также девочки литр шампуня 300 рублей и посмотрите волосики какие я прямо я честно вам скажу я тоже тот человек который такой нет ну лучше вот наверное вот подороже куплю подороже же лучше и в итоге нет не всегда я тоже заказал это у вас загорелое тело как я уже рассказывала моментальный загар я не очень люблю потому что это вонь дайте мне пожалуйста обратную связь вот кто делал моментальный загар у вас тоже есть вот это ванище жареной курицы гриль как будто ты ходишь и вот это вот фу тоже около этим шампунем пользуюсь около месяца девочки а кто покупал по моей рекомендации шампунь миксит именно мне потому что интересно вот кому как за просто волосики все разные еще есть такое что девочки шампунь уход нужно постоянно менять то есть если вы месяц пользуюсь этим шампунем волосы могут привыкать и не так это реагировать я делала моментальный загар никакого запаха не было ведь может быть там еще составы всякие разные да это фу ну короче вот это мой меня она просто убивает а у кого упоры вообще не советую да короче моментальный загар забивает поры все становится видно это черные точки автозагар пахнет мокрый собак до какой-то горелой псиной что посоветуешь как начать похудение из чего начать начать я советую скорректирование вашего питания то есть не быть не кидаться сразу в ум с головой безумно тренироваться каждый день ничего не есть сесть на яблочную гречевую диету просто убрать сахар заменить какие найти какие-то альтернативные продукты заменять газировки на чай и воду потом куда активность минимальную потом все повышать повышать в общем плавно как у нас обычно бывает мы такие все завтрашнего дня сажусь на диету сегодня еще пила с сухарями нажирусь а завтра сварю себе куриную грудку и буду ее есть две недели еще и на тренировку пойду и упаху упахаюсь там так чтобы не встать на следующий день у организма стресс это все проходит одним днем мотивация моментально падает организм требует сладкого еще больше и все начинайте плавненько как одна девочка моя знакомая говорит начинайте есть на пол ведра меньше как убрать сахар очень сильная зависимость так вы вот сейчас понимаете сейчас только вокруг вот этих альтернативных сладостей вот даже я вам рекомендовала всякие эти протеиновые заказа хороза вы изучите момент сахарозаменителей то есть какие вредные какие не вредные там мальтодекстрин и всякие сахарозы стевия там и так далее то есть сладкое ты не обязательно отказываться именно от этого вкуса вот хотите версии хотите нет у меня вообще такая особенность я не люблю сладко и не люблю сахар я просто его не люблю то есть даже когда я могу себе позволить я вот люблю газировку там колу попить с едой и могу себе позволить выпить сахаром мне нравится вкус сахара мне больше нравится вкуса сахарозаменителя я могу сожрать трехлитровую банку у курцов соленых но я не могу съесть кусок торта например полностью фит парад хороший сакзам вот губа нижняя крепая у меня действительно есть искривление челюсть на лицевого нерва вот здесь вот снизу что иногда каких-то моментах у меня перекачивает вот так это никак не связано с силиконовыми губами даже когда у меня абсолютно нет губ я вот недавно кто помнит выкачивалась она наоборот линеется еще сильнее то есть с тонкой губой это у меня с детства вот так вот то есть я могу сделать вот так вот но не могу в обратную сторону сделать здесь немножко атрофирован лицевой ну не то что атрофирован господи но у всех людей есть какая-то асимметрия вот просто у меня просто когда губки еще такие вот такие вот то видно как вы достигли такого результата фигура просто огонь друзья сейчас моя фигура это моя боль потому что не могу тренироваться я не могу не знаю там ухаживать все равно знаете вот это вот чуть-чуть где-то мягенькая дряхленькая стала уже талия там расплылась как дела с серёжей серёжей все хорошо мы с ней у безус в тумбочке шоколад своровала не помню кто спрашивает про серёжу никакой драмы тут секрета нет мы расстались серёжа кого-то прям такого как такового общения у нас сейчас нет серёжа спрашивает там про мое здоровье там потому что он знает что у меня там были проблемы а такого прямо сяськи мяськи все хорошо в жизни кстати губы намного меньше катя ну ответь пожалуйста где покупала ванклиф я не могу найти ни в дубае ни в стамбуле мне этот браслет подарили не знаю где вы заказывали садоводья я посоветую солярий ну вот в чернике хороший солярий на арбате там же они делают моментальный загар но сколько стоит аренда аренда квартиры это стоит 180 тысяч рублей кстати следующего месяца я буду ее сдавать так как тут хорошая очень девушка хозяйка мы договорились что я помогу ей сдать через инстаграм то есть я думаю что возможно кому-то из моих подписчиков тоже понадобится квартира следующего месяца в москве москве с этим проблемы в этой квартире была такая особенность кто видел когда я сюда заезжала здесь ничего не было то есть ни постельного белья не сушилки не чайника там не блендера не утюга не подушек не одеял вешалки тут эти всякие гримерные я все это купила и следующему ориентатору я все это оставлю она очень конечно классная крутая вот не ну конечно для меня был стресс когда я еще тут на 150 тысяч пришлось все закупить но следующему арендатору я все это оставлю и имейте ввиду что если кому-то нужна будет квартира то есть там без всяких без приплат без оплаты риэлтора как это сейчас москве то я ее сдам через месяц потому что через месяц я планирую на несколько месяцев улететь жаркую страну ну если снимать конечно просто что тут лежали вещи там за 180 тысяч месяц я такого конечно не нужно каким карандашом только что накрасила губы это миста из номер 780 я уже вам и говорила заказывала на в адресе и так все хорошо самочувствие в норме какие у нас еще есть что мы еще не обсудили кого не кости кому не перемыли сколько метров кого в квартире квартире где-то 50 квадратных метров и мы будем рассказывать больше о своем самочувствии что все были в курсе что может быть после операции сейчас я не улетаю сейчас конечно же в жаркую страну мне нельзя но я вот именно планирую что через месяц когда все затянется алла верды сразу же еще не решила куда но переезд планируется ты делала блефра нет не делала но в планах такое было как-то однажды меня красила девушка красный визажист и говорит вам нужно макияж для новейшего века и вот в только в тот момент я узнала что у меня новейшая века но думаю вообще друзья связи со всеми моими вот этими вот ситуация situation с операциями я поняла что пора остановиться на данный момент я полностью довольна всеми своими частями тела и желание что-то отрезать пришить убавить или прибавить у меня нет ни глаза ни желтые ничего уже все хватит сейчас заканчиваем выздоравливаем и все красиво потом может быть когда мне будет 78 я доживу до этого момента со своими нервами я конечно что-нибудь может быть сделаю девочки подтяжку к подтягивать ничего а хотя может быть сделаем что-нибудь да сережка в носу золотая мне нравится это настоящий прокол но есть у меня такое качество даже сейчас моим разговаривали что-нибудь такая грома может быть мне в темный покрасить может быть наоборот светлый может что-то знаете вот что-то постоянно хочется делать давайте на обшикаемся потрясающими духами мне представьте цепочка провозь сережку в нос покупала на арбате в тату-салоне аурис но к ним дружио идти не советую мне конечно сделали все хорошо но они делают столько бабла извиняюсь за подробности сережка прокол 50 тысяч рублей я говорю вы откуда берете такие цены но там есть бриллиант там друзья бриллиант который даже если в лучшем случае в санлайте не зато сережка полторы тысячи рублей стоит ну вот у нас там у нас гарантия у нас такие вот хуянти не сходитесь больше с агрессорами сейчас друзья и общение с кем их не схожусь не расхожусь ха 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 давайте еще пять минуточек и пойдем наверно да ну в общем загарчик очень идет он делает так что даже не нужно каких-то особых манипуляций с косметикой проводить и я вам скажу вот я смотрю на свое лицо в жизни я намного меньше именно лицо я высокая в жизни но мой личико но не такой уж огромные такие огромные губы реально в зеркало просто это экран он прибавляет мама сейчас эксперт вот ты смотришь на меня в инстаграме и смотришь жизни и вот я отличаюсь отличаюсь какую сторону живу лучше живу лучше серьезно что типа мне кажется 2 меньше да в жизни вот и и даже мама говорит я смотрю на экране у тебя губище вот такие лицо большой лицо большой в инстаграме глав жизни жизни все маленько ну то есть я такая как девочка конечно не дюймовочка но с вами борзиком я не общаюсь но отношусь к нему крайне положительно придача выйдет мне кажется через пару дней уже должна выйти мне говорит через неделю еще чуть-чуть подождите не могу могу вкуснятина не могу мама хорошая очень замечательно все маленькая ну это кстати не такие уж огромные покажи парфюм сейчас покажу здоровья тебя больше любит это сушилку спасибо большое в общем любовь моя если много будет если кто-то из вас будет много его покупать я вас всех запомню понятно то сейчас все будут вокруг пахнуть кто любит такие тяжелые унисекс ароматы у типа кирки вот этот флор наркотик не такие сладенькие вот эти всякие это называется аромат вибрато а фирма это понимаю сос рипа со спиро со спиро вибрато покупала я в магазине молекулы это узнаешь вот эти вот маленькие киосочки вот молекулы называется и вот там вибрато вот такие вот зелененькие можете сделать скриншот послушать их вот послушать посмотрите если вот вы любите вот такие вот знаете не вот это вот сладенький шоколад ванилька а именно такие вот ох я вот 10 лет кирки пользовалась так у меня люди прямо уже со мной понимаете ассоциация у меня был один раз я прихожу на обзор магазин там примеряю одежду и потом девочка по моей рекомендации на следующий день приходит в этот магазин и говорит я надеваю куртку и понимаю что пахнет твоим вот этим кирки знаете какой вес вес у меня около 60 килограмм меньше уже давно не меньше иногда будет больше 64 бывает там с отелками 63 но на вес вообще никогда не ориентируйтесь то есть я могу весить я конечно когда не весила 70 но я могу весить 65 и я не буду смотреться такой кониной прям я буду худенько ведь у меня ножки и ручки ну такой то есть сейчас конечно без спорта там чуть-чуть подзапыла у меня зависло на моменте когда озвучила название духов подскажите пожалуйста со спиро вибрато кто не успел вот девушка не успела можете сделать вот скриншот это вот магазине молекулы он продается вибрато со спиро вибрато со спиро вибрато это как заклинание в гарри поттере так почему розмарин для волос ну прочитала где-то в интернете какой-то совет что девушка рассказывает но много кто что какими кирки пользоваться конечно не вот эти тициана трензи они одни спасибо какой рост рост у меня 175 сантиметров чем у тебя пахнет часто пахнет часто от меня вот такими вот феромонами которые тоже рассказываю три года про них что я ими пользуюсь они как вам объяснить их аромат он такой сам по себе не навязчивый каким феромонами пользуюсь можете посмотреть феромоны которые вот на странице пост где сереже видео я там от фэнтези store если вы скажете что от меня будет скидка я действительно ими пользуюсь три года я действительно они от них кайфую я смешиваю их с со своим парфюмом то есть ну прям как вам объяснить вы покупаете этот бутылек и аромат для вас может быть непонятен но очень приятно только не сладкий о видите даже вот о а так не получается а сердечко как мило получилось на мои публикации можете посмотреть и это заказать хорошая реклама все реклама у меня директ а где выбрали эту бутылку где выбрали эту сережку где выбрали эту кофту где выбрали это но если что-то искренне рекомендуешь реклама реклама да это реклама друзья вокруг реклама без рекламы ничего не узнать понимаете бесплатные бесплатные на сколько сантиметров от отстрели волос где-то вот так сколько это а это хорошо девочки вот столько это много или мало как вы думаете какие уходы делаешь для волос мой всякие разные сколько я за всю жизнь и уходов и шампуню то есть рассказывал сейчас я мой волос шампунем который литр стоит 300 рублей то есть получается 250 миллилитров как обычно другие шампу не покупаю что есть сколько 75 рублей 75 рублей за 250 миллилитров я не это реклама я больше не буду называть фирмы просто говорю что возможно через неделю буду пользоваться шампунем там каким-нибудь ферди персовым папа есть у вас у меня есть папа папа у меня замечательные папа у меня жив здоров и молодой красивый я похожа на папу на маму я очень мало похоже у тебя новый парень нет я просто стираю его лаской поэтому он выглядит как новый с пашей не общаетесь нет с пашей мы никогда не общались после расставания не было честно желание не в негативном ключе что типа ой нет желания просто как будто этого и не было вот я не знаю как вам объяснить хоть эта история была долгой и значимой но как будто так катя которая была с пашей она в день расставания умерла и больше никогда не было я никогда не вспоминала не грустила не злилась то есть у меня не было ни плохих не хороших эмоций кстати вот представляете я сейчас говорю мне прям так как это называется по-модному inside как будто просто из груди вырвали эту историю и все ее как будто не было я к нему нормально отношусь но у меня нет такого а это мой бывший о боже это просто паша бабич потом будет пройдет мимо у меня не будет никакой на него реакции так почему вы расстались с кем почему вы расстались вашей потому что в отношениях с пашей я выстроила какую-то идеальную картинку что вообще мы как пара из голливуда у нас все это красиво красиво начиналось красиво шло мы поженимся я идеальная жена он идеальный муж а потом как-то все выяснилось что и любви то какой-то и не было что мы просто потом прочитала переписки что и встречаться он со мной начал выдала мне очень не особо нравится но я вижу как она по мне плывет и топовый участник она и встречаясь с ней можно выиграть в конкурсе человек года мне вообще шофеева нравится но шофеевой больше проблем а катюха но она вот так вот то мы расстались он на следующий день писал шофеевой я тоже прочитал эту переписку как-то все так знаете а мир запакостилась и у меня в моменте так все как шарик лопнул воздушный мыльный пузырь который я выстроил вам нравится парам судьбе с рома мне нравится мне кажется что они достаточно гармоничные и скорее всего даже у них большое будущее там в плане семьи детей что сказал приехавший доктор доктор шахерман прилетел смотрел меня успокоил сказал что все хорошо что на данный момент мы обошли необходимость в операции то есть сейчас мы просто осматриваемся привязываемся лечимся аккуратно ведем себя и вот так вот по вашему какая профессия для девушки хорошая плачем и мое мнение что девушка должна заниматься каким-то созидательным трудом в том плане что что-то создавать не знаю там собирать букеты завести свой цветочный ларек что-то вот красивое чтобы ее женской энергии развивалась то есть не работать там где постоянно там тебя долго начальник ты злишься бумага копаешься то есть мужская работа например я считаю что там где-то в банках каких-то должны работать мужчины потому что это все четко ясно иногда я ругаюсь например когда прихожу магазин техники там работает ругаясь про себя работает девушка консультант которая я понимаю что работать магазине техники это не женское дело это не женское и бывают исключения безусловно девочки не подумайте но когда девушка там рассказывает про пылесос или про мощность телевизора она где-то может тупить потому что это не ее энергетические женщины к этому не предрасположены когда женщина магазине косметики рассказывает про уход когда женщина собирает для вас букет цветов когда женщина рассказывает вам про новую коллекцию одежды которая к ней пришла по рисам тоже очень сложно работать это нелегкая и созидательная работа никто не говорит что это легкая работа просто это же это вот именно женское какое-то вдохновение и на ногах и в магазине косметики везде стоять сложно и официантам работать сложно и везде ну но не подходит маня а мне кажется наоборот что маня сама не на максим юстропов забыл очень подходит друг другу флористы вообще копейки получают но извините меня флористы флористом рознь флористы у которых есть талант делать какие-то потрясающие красивые букеты не просто знаете от балды веник собирать лишь будет цветочки какие-то вялые там в центр запихать а какие-то потрясающие вот с фишкой с оригинальностью то такие флористы будут всегда востребованы особенно если они сами заводят себе какой-то вот свой бизнес так что вот где дело загар загар я не делаю просто на лицо попшикал этим magic водичкой от пусси и подкрасилась чуть-чуть катя тебе бы внешний чай час подошел ой когда я увидела по инстаграму лёшу чай часа он вообще для меня был просто идеалом красоты потом мы с ним увиделись и как-то вот прям отношение как между мужчиной женщиной у нас не закрутились и потом вообще этот человек до сих пор всем рассказывает что я там отвратительная ужасная саму 10 самый ужасный человек которого он встречал жизни вместе с купиным что это как подлая падшая ужасно отвратительная и до сих пор не понимаю первопричину что я там начала встречаться с другим парнем а шансы давала кому-то другому вот я такая интригантка такая ужасная игру мне передали фразу что лёшу купин про меня говорит самый ужасный человек который я встречал мне конечно это задело но какое-то непонимание и осознание того что ничего не сделала чай час и лёшу купин это вот что я подлая отвратительная ужасная всех там было милое общение между мужчиной и женщиной женщиной мужчиной были какие-то там флирты разговоры вот может быть и потом вот как-то так случилось что я в тот момент находясь на балле встречалась парк это была такая знаете просто как в юности как в школе какие-то встречания это неважно и вот я такая ужасно отвратительная думаю ну ладно купин вообще меня заблокировал вот так видела новую девушку купина кстати видела новую девушку купина а попадалась рекомендациях их общее видео и мне очень понравилось как они смотрятся вместе искренне она очень такая очень приятная у фигура и там снимают эти свои видео много раз видела рекомендации и прям знаете классно люди как подошли по типажу друг другу лёша искал мне кажется именно это заблокировал как будто ты собиралась ему писать друзья и я вам вообще скажу что меня постоянно все блоки я не знаю короче я из тех людей которые я без проблем могу зайти к любому бывшему на страницу посмотреть его ну не лайком там конечно к бывшей своего парня к парню своего бывшую короче к парню своего бушу то есть у меня такого нет знаете там с левых страниц и еще что-то там то есть ну я сейчас не хочу хвастаться но вы же понимаете что мои истории смотрят очень много человек то есть просмотреть там из-за 100 тысяч человек и узнать питер питер иванов там или вася пупкин тебе посмотрел я никогда не смотрю на меня почему-то блокируют меня заблокировала катя горина меня заблокировала бывшая серёжа меня заблокировала бывшая паши то есть это те девчонки которыми реально могла зайти что-то посмотреть но а зачем меня это блокировать то есть у меня только одно догадки что эти люди заходят смотрят мои истории и чтобы я не видела что они смотрят на истории меня блокирует начи зачем что чтобы я не видела какие-то там вещи я уж не какой-то такой террорист который сейчас я блять рассмотрю там порчу на виду ну то есть такого нету почему нет девочки я захожу к бывшим и к своим и к чужим и к вашим если хотите зайду у меня нет такого но зачем я никого не блокирую я наоборот смотрите заходите на меня все мне почему-то очень часто пишут про олега майами что он мне подошел чтобы понимали руководство дома 2 мне об этом говорили сказать блин у нас типа был олег вот он бы тебе вообще по типажу покажу сейчас олег находится на пхукете и мои подружки тоже там из иркутска мне короче одна девочка что мы типа вчера видели олега блин сразу же мысль вы так по типажу вы так внешне энергетически хоть я его не знаю лично никогда не видела и просто понимаю что есть ряд каких-то совпадений когда мне люди вот там говорят 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 что похоже мне кажется мы как брат сестрой похоже мама не вставай ты просто ответь мне не иди можешь а ты знаешь олега майами олега майами ну такой типа на филе с рукой похож на доме 2 еще был что это просто типа говорят с ним похоже девочки можете все скидывать своих бывших я буду ко всем к ним заходить глад иванов тоже заблокировал тебя заходила к нему пару раз конец блокировал мне кажется куда кто-то из бывших видит что я посмотрела их историю да детка аж изо рта вылетела да детка ты до сих пор кусаешь локти и смотришь мои старе так и нужно а я смотрю думаю что это такое так иван же я искала красиво короче все пишем олегу майами что у него тут есть дело одно максимум смотришь что ли ну я не на постоянной основе я на него подписано но я могу зайти к максиму посмотреть истории человек я смотрю истории в день там сотни человек вам подойдет родион газманов уже карты раскинула нет друзья давайте пожалуйста скоро они все заблокируют меня реально скоро заблокируются я только счастья желаю раскиньте ко мне карты на олега майами пишут что мужчина не должен быть краше меня выходи сказать что олег майами краше меня нет уж извините в паре я должна быть себе друзья давайте две минуты тут извините все всех целую всех люблю давайте так аппетитно хрустишь у него юмор даже подходящий тебе короче все ознакомимся давайте всех целую всех люблю давайте пока закручки хочу кол chata